Эта выборка довольно маленькая, но все эти женщины, соблюдавшие диету с увеличенным содержанием кальция, сообщили об уменьшении проявления неприятных симптомов. Я был очень удивлен такому существенному улучшению, в среднем на 30%, по сравнению с контрольной группой плацебо. Эти результаты вдохновили доктора Панней на следующие эксперименты. Итак, для уменьшения проявлений предминструального синдрома, попробуйте увеличить в своем рационе долю нежирных молочных продуктов и жирной рыбы. А теперь пора вернуться к нашим испытуемым, которые пьют фруктово-овощные коктейли в надежде улучшить качество своей спермы. С целью продемонстрировать успех эксперимента, мы пригласили наших добровольцев сравнить подвижность и силу своих сперматозоидов. Это первое в мире ралли сперматозоидов. Пять мужчин решили не участвовать, но трое – Ники, Дэниел и Джону – готовы к соревнованию. Итак, можно ли только с помощью диеты изменить сперму? Читая литературу по этой теме, я думал, что становится все больше доказательств того, что для некоторых мужчин диета может играть какую-то роль. Такие вещества, как фолиевая кислота, цинк, антиоксиданты, типа витаминов С и Е, важны, и стоит попробовать это. Несколько дней назад мужчины принесли образцы своей спермы, и доктор Пейси решил воспользоваться уникальной возможностью и продемонстрировать троим из них подвижность их сперматозоидов. Мы запустим ваши сперматозоиды вот в такие трубочки, содержащие жидкость той же консистенции, что и семенная, и посмотрим, в чьей трубочке подвижность будет максимальная. И мы собираемся показать сегодня эту гонку на большом экране. Титул самого подвижного сможет получить один из сперматозоидов, принадлежащий кому-то из трех участников. Увеличилось ли их количество, и возросло ли качество, и какой из них первым сможет пересечь финишную черту. И вот наступил решающий момент. Спустя шесть месяцев фруктово-овощных коктейлей, устриц и орехов, трое из наших потенциальных отцов соревнуются за победу в этой гонке. По-моему, они приближаются к финишу. Кто из них, Ники, Дэниел или Джону, вернется домой с победным титулом? И вот они плывут. У Ники есть преимущество перед Джоном. Дэниел тоже успешно преодолел первую часть пути. Половина пути пройдена. Джона увеличил скорость, а Ники начал сбавлять темп. Но в середине дистанции, и у него открылось второе дыхание. Он пропустил Джона вперед, но не собирается сдаваться. И вот Джона приближается к финишу и пересекает черту. Вторым приходит Ники, и Дэниел, двигаясь спокойно и устойчиво, занимает третье место. Джона победил не только в скорости. Похоже на то, что и количество сперматозоидов у него возросло. Джона, мы признали тебя победителем. Я не знаю, чем ты был занят, но в апреле концентрация составила 22 миллиона на миллилитр. Отлично! Я очень-очень рад. Должен сказать, что цифры, которые доктор Пейси показал, нам шокировали меня. И я очень доволен результатом. Он стоит затраченных усилий. Все эти коктейли и другая еда. Все было отлично. Для Джона и Сары это прекрасная новость. Но, как показывают цифры, для Ники и Дэниела не все так успешно. Концентрация их сперматозоидов немного снизилась. Правда, в пределах обычной флуктуации этой величины. Здесь мы не увидели таких изменений концентрации сперматозоидов, которые хотелось бы увидеть в результате данной диеты. Но, проводя это исследование, один интересный факт мы заметили. И он весьма удивлен. Это касается доли повреждений ДНК. Витамины С и Е, а также коктейли, существенно повысили уровень антиоксидантов в организме мужчин. Вероятно, именно это помогло защитить ДНК их сперматозоидов от повреждений. В самом начале исследования я не ожидал, что у всех испытуемых настолько возрастет качество ДНК сперматозоидов. В нашем эксперименте у всех мужчин улучшилось качество спермы. В среднем доля повреждений ДНК снизилась на 10%. Это повышает вероятность зачатия жизнеспособного эмбриона как при естественном, так и при искусственном оплодотворении. Если таким простым путем с помощью диеты можно улучшить качество спермы, то вы тем самым повышаете вероятность того, что лучший из всех сперматозоидов оплодотворит яйцеклетку и положит начало развитию жизнеспособного эмбриона и удачной беременности. Итак, успех получился неполным. Хотя фруктово-овощные коктейли и не увеличили количество сперматозоидов, они повысили качество их ДНК. Но отбросив статистику и третье место, Дэниел и его жена Анна Жанетта обнаружили гораздо больший повод для радости. Да, у нас произошло очень-очень важное событие, совсем недавно. Спустя почти три года наших стараний Анна теперь беременна. Прекрасно. Это фантастика. Да, я сначала не поверила. До сих пор не могу поверить. Сейчас публикуется много статей, в которых сообщается о похожих результатах, что у некоторых мужчин антиоксидант улучшает качество спермы. Ежедневное потребление фруктово-овощных коктейлей иногда может оказать существенное влияние на качество, а иногда и на количество сперматозоидов. Итак, каковы же основные результаты наших экспериментов? Мы показали, что представления о женственности изменились за последние 25 лет. Я люблю гимнастику, люблю кувыркаться. Что неприятные симптомы предминструального синдрома можно уменьшить с помощью специальной молочной диеты. И что для реализации ваших романтических желаний не стоит рассчитывать на афродизиаки. Но самым ярким событием для всех нас стало кардинальное изменение жизни одной супружеской пары при помощи двух фруктовых коктейлей в день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok